Меньше да лучше. Почему простота продает? Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн. Многие дизайнеры и маркетологи убеждены, что минимализм это круто. И на это есть веские причины. Успех продукта во многом зависит от того, смогут ли покупатели быстро понять, как им пользоваться. А для этого нужно постараться сделать невозможное. Представить всю сложность вашего решения в красивой и простой оболочке. В этом выпуске мы расскажем, что такое естественная сложность и как с ней бороться. Казалось бы, если дело касается технологий, то речь просто не может идти о простоте. Ведь именно функциональность и разные характеристики имеют высокий приоритет. Если посмотреть на развитие инструментов для письма от гусиного пера и чернил к печатной машинке и текстовым редакторам, то можно сделать вывод, что прогресс всегда связан с увеличением сложности. Но в современном мире большее уже не значит лучшее. Потребители по-прежнему хотят широкие возможности и богатый функционал, но при этом ждут, что все будет легко, просто и красиво. Тем не менее, даже зная о селе простоты, многие разработчики продолжают усложнять свои продукты. Достичь баланса вам помогут следующие рекомендации. Создавайте лучшее путем сокращения. Мозг человека имеет естественные ограничения, которые мешают ему принимать решения. Например, наша оперативная память может удерживать в сознании лишь от 5 до 9 объектов одновременно. Если мы загружены большим количеством задач, то наша способность делать правильный выбор ухудшается. Мы принимаем неверные решения или вообще отказываемся от выбора. Исследование компании Google показало, что люди оценивают внешний дизайн сайта всего за 1,5-1,20 секунды. Тем не менее, именно простые сайты воспринимаются от посетителями как более красивые. Помните, что при добавлении излишнего числа характеристик ваш продукт может стать неудобным. В этой ситуации большее не значит лучшее. И вполне возможно, стоит убрать какие-то элементы. Как сделать пользователя счастливым? Кривая функционала. Ось Y – счастье пользователя. Ось X – количество характеристик. Восприятие продукта в зависимости от положения кривой. Хорошо, но я хочу больше. Я так благодарен, что они добавили это. Класс! Я крут! Пик счастья пользователя. Кажется, лучше посмотреть в инструкции. Куда, черт возьми, они засунули это? Как мне в конце концов добиться от этой штуки того, ради чего она куплена? Я вообще ничего не понимаю. Покупатели постигают суть вещей через следующее рассуждение. Первое. Я знаю, где этому следует быть. Второе. Я знаю, как это должно работать. Третье. Я знаю, как это должно себя вести. Четвертое. Я знаю, как это должно называться. Для дизайна это так называемые прототипы. Каждый сайт, будь то интернет-магазин или фэшн-блог имеет ряд собственных прототипов. Чем понятнее и привычнее дизайн страницы, тем проще нашему мозгу воспринимать информацию и тем больше вероятность того, что мы запомним, как легко и удобно им пользоваться. Психологи называют данное явление когнитивная флюентность. Именно она определяет, что мы считаем простым. Если сайт или продукт не соответствуют нашим ожиданиям, мозгу труднее его воспринимать. В итоге он кажется нам очень сложным, а значит неудачным. Это применимо к любой сфере жизни, например, к текстам, программам музыки. Исследования ученых доказали, что менее сложные по мелодии жанры занимают более высокие позиции в чартах и продаются лучше, а песни с замысловатым текстом гораздо чаще оказываются внизу хит-парада. Помните, чем более знакомым и простым кажется ваш продукт, тем больше удовольствия клиент получит от взаимодействия с ним и, вероятнее всего, выберет именно его. iPod-тест для проверки правила простоты. Создавая первый iPod, Стив Джобс строго соблюдал правила трех кликов. Для того, чтобы открыть песню или найти какую-либо функцию, нужно совершить не более трех действий. Несмотря на сложные устройства iPod, Джобс знал, что для комфорта пользователей работа с ним должна быть максимально простой. Даже если вы никогда не видели этот продукт раньше, он будет вам знаком визуально и функционально. И дело здесь не только в привычной полосе прокрутки, но и в интерфейсе, который совершенно не нагружает оперативную память. Как и другие устройства компании, iPod соединил в себе дизайн и функциональность, две составляющие простоты. Когда вы будете создавать следующий продукт, подумайте об ожиданиях своих покупателей. Задайте себе такие вопросы. Как создать у людей чувство комфорта? От чего лучше избавиться? Что мешает моему решению быть простым? Когда сложные вещи настолько просты, что могут быть понятны даже детям, это признак прогресса. Именно поэтому простое всегда продается. На этом пост видеоблога LP-генератор окончен. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы. Высоких вам конверсий и всего хорошего!